Сказка «Медвежонок Падингтон» Мистер и миссис Браун приехали на вокзал Падингтон. Есть такой большой вокзал в Лондоне. Встречать свою дочку Джуди. И вдруг мистер Браун глазам своим не поверил. За грудой мешков почтой возится кто-то. «Медвежонок!» — воскликнул мистер Браун. «Частное слово! Там медвежонок!» «На вокзале Падингтон?» «Медведь в Лондоне?» — изумилась миссис Браун. «Этого не может быть!» Но это и в самом деле было так. Медвежонок тихонько сидел на старом-старом чемодане позади тележки, полной мешков с почтой. Через весь вокзал бегом мистер Браун бросился к медвежонке. Миссис Браун едва успевала за ним. Медвежонок вскочил, приподнял шапку и распламился. «Добрый день!» — развенел его тонкий голосок. Он огляделся по сторонам и сообщил. «Я приехал сюда зайцем из Южной Америки, из Перу». Тут миссис Браун заметила, что на шее у медвежонка висит ярлычок. Она осторожно взяла ярлычок в руки и прочитала. «Пожалуйста, присматривайте за этим медведем. Заранее благодарю вас, тетя Лусин». Брауны перегонули. «Генри, давай возьму медвежонка к себе!» — воскликнула миссис Браун. «И назовем его Падингтон, ведь мы нашли его на вокзале Падингтона». Мистер Браун согласно фигню. Миссис Браун поспешила на перрон встречать Джуди, а мистер Браун повел медвежонка в букет перекусить. Падингтон не отзывал там. «Я всю дорогу съел один апельсиновый джем». В станционном буфете мистер Браун посадил медвежонка за столик в углу у окна, а сам отправился за едой. Вскоре он вернулся с большим подносом в руках. На подносе рядом с двумя чашками чаю стояло большое блюдо со сладкими булочками. Такими свежими, аппетитными. «Ну, с чего начнем?» – спросил мистер Браун. «И с того, и с другого» – выпалил Падингтон. Он взлез на стол своими четырьмя лапами, ведь он очень хотел и пить, и есть. «Ой!» – мистер Браун сохранял спокойствие. Он равнодушно уставился в окно. Можно было подумать, он всю жизнь только и делал, что пил чай с медведем на Падингтонском вокзале. Медведем, который с семи и четырьмя лапами завез в варенье. Тут в буфете появилась Джуди и миссис Браун. «Генри, это ты не смазал медвежонка вареньем из головы до пьяс?» – вискнула руками миссис Браун. От неожиданности Падингтон вздрогнул. Хотел вскочить, но оступился, послезнулся и шлёгнулся прямо в чашку с чаем. «Думаю, нам всем лучше поскорее уйти отсюда», – сказал мистер Браун и быстро направился к луфелю. Джуди взяла Падингтона за лапку и потянула за собой. Замыкало это при странное шествие миссис Браун. Выйдя на вокзальную площадь, супруги Браун первым делом остановили такси. «Мы поедем сейчас к нам домой», – сказала медвежонка Браун. «На такси. Ты любишь кататься?» Падингтон впервые ехал в машине. «Люблю», – важно ответил он. «Ух ты, как здорово!» Такси вислось по улицам Гонтона. Медвежонок махал прохожим обеими лапами. Такси остановилось у зеленой парадной двери большого желтого дома. «Приехали!» Джуди повела Падингтона на второй этаж. «Я покажу тебе твою комнату. Потом ты примешь ванну, а после нее я познакомлю тебя с моим братом Джонатаном». Комната Падингтона была маленькая, светлая и очень уютная. «Разбирай вещи», – пластово сказали в Медвежонку Джуди. «У меня их не слишком много», – признав Падингтон, раскрывая свой чемоданчик. «Вот, чуть-чуть джема осталось», – сказал он, подавая Джуди маленькие банки. «А еще денежка». И Падингтон протянул Джуди мелкую южноамериканскую монету. Потом он достал фотографию. «Это моя тетя Люси», – грустно сказал он. «Теперь она живет в доме для престопелых медведей и не может больше за мной присматривать». Когда все вещи были разложены, Джуди открыла Падингтона в ванную комнату. Где два медвежонка остались один, он тут же открыл оба крана, холодный и горячий, и сам забрался на тумбочку, не давая смотреть в окно. Окно запотело от пара, и Падингтон захотел написать на стене свое новое имя. Он пухтел, пухтел, лапу не слышались, и вот, наконец-то, справится. А когда глянулся, ой, оказывается, ванна давно переполнилась, и вода льется через край. Медвежонок закрыл глаза, зажал лапой ног, и... Вода была мыльная, очень горячая, а ванна такая глубокая. Падингтон никак не мог вывести, даже краны найти не мог, а вода свелась и велась. «Помогите!» Закричал медвежонок. Но его никто не слышал. Тогда в голову Падингтону пришла счастливая мыль. Он снял шарфу и принялся вычерпывать ей воду. В это самое время, на первом этаже, Джуди рассказывала своему брату, Джонатану, как они нашли Падингтона. Вдруг... «Кап!» Вот только капля упала, потом еще, еще. «Падингтон!» Ахнула Джуди. «Он попал в беду! Скорей!» И брат и сестры бросились на второй этаж. Как рано вовремя, они перегнули через край ванны и выловили перепуганного медвежонка. Но Падингтон не признал себя побежденным. «Я тут хорошо поработал своей шляпой!» Горго сказал он. И вот уже чистый, умытый Падингтон сидит на первом этаже в кресле у камина. Да чего хорошо быть медвежонком! Медвежонком, которого зовут Падингтон, и которому, кажется, очень повезло, что он попал в семью Брауна. Вот и сказки, конечно, «А кто слушал, молодец!» Я тутـ Падингтон